Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у меня вот такой вот автомобиль, ну вернее, даже подзагнул я насчет автомобиль. Это уже такая самодвижущаяся платформа, но она, скажем так, выдовая. В общем, что будем делать? Помните, делали мы такой момент, делали колеса для, скажем так, высокой проходимости, где использовали гусянки от трактора, соответственно, это было все, испытания проходили на классическом автомобиле, на заднеприводном, и получилось что? Да, классно, да, понравилось, сами офигели от того, насколько хорошо он едет. Ну и, естественно, тут так получилось, что очень много просит попробовать это еще раз сделать только уже на выдуманном автомобиле. Так вот, на те колесики у нас уходило по 10, съездил, еще вот 20 штук взял, привез, соответственно, их сцепили, видите, вот так вот положили, они теперь такие более-менее кругленькие, и что? И давайте сделаем 4 колеса, ну реально, сделаем 4 и поставим их все 4. Вперед, болото есть, поедем проверять, правда оно замерзшее, но ничего страшного, мы и на замерзшем проверим. В общем, погнали. Ребят, сейчас время неспокойное, и банки постоянно попадают под санкции. И тем, кто ищет надежного партнера для бизнеса, хочу порекомендовать Модульбанк. Модульбанк – это первый банк для предпринимателей. Это полностью частный банк, который не попал ни под какие санкции. И продолжает стабильно работать по SWIFT, и почти еженедельно запускает новые альтернативные валюты стран СНГ, и не только. Можно как работать с контрагентами в этих валютах, так и переводить прибыль на личные счета в этих странах. Модульбанк особенно актуален для интернет-магазинов, и для всех предпринимателей, кто принимает оплату онлайн. При запуске онлайн-магазина или продаж в интернете, чтобы не нарушать закон при приеме оплаты онлайн, вам нужно подключить интернет, эквайлинг и кассу, чтобы пробивать чеки. Обычно это дорого и сложно. Только облачные кассы от банков стоят от 30 тысяч рублей в год. Модульбанк решил эту проблему для предпринимателей и запустил облачные чеки. Это продукт, который объединяет интернет, эквайлинг и кассу. Теперь не нужно арендовать или покупать кассу. Платить ежемесячную абонентскую плату и мучиться с подключениями. Просто подключаете облачные чеки от модульбанка за один день и принимаете оплату онлайн по фиксированной ставке. Как за обычный интернет-эквариум, подключить быстро и просто. А клиент может оплачивать как картой, так и через QR-код. Прямо сейчас ставка по облачным чекам в модульбанке всего 1% на первые 3 месяца. В общем, залетайте по ссылочке в описании и закрепленном комментарии, чтобы узнать все подробности. Продолжение следует... Ну что, ребята, смотрите, как вы и просили. Соответственно, получилось вот таких вот 4 замечательных колеса с офигенными грунтозацепами. С офигенной массой, потому что каждое колесо весит порядка 100 килограмм. А то мы уж и больше не взвешивали. Но, в общем, вот такая вот история. Покрасили, чтобы их было видно. Видите, диск приварен, сделали жесткости. То есть закатали кольцо, сделали жесткости. То есть не стали одевать, как в прошлый раз все это дело на покрышку. Почему? Потому что все-таки по покрышке она немного смещалась там лево-право. Ну, а здесь она у нас уже никуда не денется. Поэтому вот понижайка есть. Все есть, все хорошо. Доработали автомобиль. То есть задний редуктор у него заваренный. Мы его заварили для того, чтобы два колеса всегда крутилось одновременно. Надеюсь, полуоси все остальное выдержит. И сам редуктор. Ну, а впереди будет какое-то одно. То есть по штатному расписанию какое-то одно тоже будет помогать. Поэтому давайте-ка мы поставим все это дело. И будем испытывать. Погнали, короче. Погнали, короче. Эх, покатаемся сейчас, наверное. Снегу действительно, вот кажется, что немного, а по факту очень-очень даже много. Так, ну ладно. Ну. Поедет? Оп, едет потихонечку. Смотрите. О, руль-то приятненько держать. Так. Вот почему по локадному и не хотелось бы ездить. Потому что, да, и все именно вот так и будет происходить. Все будет дергаться. А вот в снежке, я думаю, все должно пойти. Немножко по-другому. Так. О, о, о. Пошло дело. Вот, смотрите, как она едет. Она пока не докопает до твердого. Двигаться не хочет. Так, поворачиваем. Но она почему-то не хочет поворачивать. Ну, давай, 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 давай. Не расстраивай нас, не расстраивай. Должна же ехать. О, назад-то прет, смотрите, как. Очень даже хорошо. Так, уперлась. Ладно, вперед. А работает-то как трактор. Смотрите, снег тренет собой, как толкает. Давай, 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 давай. Поехали, поехали. Ну, давай, 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 ты можешь. Эх, блин. Мощно она может, но ей тяжело. Мы уже здесь проезжали. Поехали. Прыгает, но двигается. Ну, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Иезжай, иезжай, ну. Крадется. Все равно старырапается. Там врезается, вцепляется, но крадется потихоньку. Смотрите, смотрите, а. Ворская не быстро, но уверена. Так. Ага. Так, подсела малейка, ничего страшного. Назад. Ой. Да ладно. Да ну нафиг. Ну, не может быть. Как лопату не взяли. Да елки-палки. А как мы его гапывать будем сейчас? Довольно-таки далеко. Ну, е-мое. Вот и наш. Смотрите. Наш вездеход застрял. Блин. Блин. Довольно-таки. Довольно-таки. Maßnahmen-то Так, ну что, пробуем вперёд. Так. Тяжело, тяжело. Ну, давай, 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 ты же можешь, ты же можешь. Ну, давай. Все, все четыре колеса, все четыре крутятся, и это хорошо. Ну, поехали, 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 поехали. Да, медленно, медленно, но двигается всё-таки. Давай, 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 давай. Так, ну-ка, теперь назад. Назад, мне кажется, она лучше едет по одному только моменту очень интересному, потому что задняя часть очень лёгкая. То есть, получается, сейчас всё, что лёгкое едет вперёд, а то, что тяжёлое, толкает. Ну вот, и дотолкалось. Ну ладно, не беда. Сейчас всё-нибудь отвалится. Хорошо идёт. Прям отлично. Ну что, о, поляну раскатал уже всю здесь. Давай, 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 давай. Вот, честно, я вот так газом не делаю. Педалью газа. Это она самостоятельно так делает. нет все таки назад она едет лучше поехали 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 не вновь застревать ты же у нас вездеход так ну едем потихоньку но едем ну да здесь уже правда снег весь распахали но ничего страшного попробовать сугроб побольше хотя куда побольше тут вот так нормальные сугробы окажется что снега немного в полях ни фига себе немного чувство это прям когда момент зацепа ловит прям про хорошо идет когда он пропал все ну это я так решил просто попробовать что получится получилось круто все на брюхе видите что произошло все нормально надо попрыгать не все он как этот как лоска и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok На этом все Предлагайте, может еще сделаем Поэтому, смотрите нас комментируешьまた, что-нибудь предлагайте и ставьте вот такие лайки Ну все, пока. Все-таки по снегу на снегоходе лучше ехать, да? Удивительно, почему это.